Здравствуйте! Сегодняшний день можно считать наш Всемирный фестиваль молодых студентов открытым. И, собственно, в эти дни Сочи принимает более 30 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Все они имеют свои уникальные истории, своими проектами, своими идеями, ожиданиями. Я думаю, что сегодня каждый здесь присутствующий обязательно этим поделится. И, Вадим, хочу вам слово. Я хочу вас всех поприветствовать для начала. Некоторых из вас я уже видел сегодня на сцене. У вас у всех интересная судьба. Молодые люди, но судьба уже, можно сказать, состоялась, потому что вы себя проявили. Проявили очень достойно, с пользой и для себя, и для других людей. А вообще всегда так получается. Когда работаешь и живёшь с пользой для других, это всегда возвращается в старицы, как говорят, тебе самому. Всегда это помогает тебе самому. Всегда это тебя поднимает, развивает, делает тебя более успешным, более состоятельным. И у вас открываются личные перспективы. Вот поэтому я, во-первых, вас хочу поприветствовать. Хочу выразить надежду, что вам у нас в России, в Сочи понравится, что вы здесь познакомитесь с такими же интересными людьми, как вы сами. Посмотрите и послушайте, как они живут, чего они добиваются, что они предлагают. Сможете это сопоставить со своими собственными возможностями и планами. И очень бы хотелось, чтобы в этой связи у вас возникали и новые идеи, которые бы позволяли вам идти вперёд. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали к нам и выразить надежду на то, что вы уедете обогащёнными дополнительными знаниями, опытом, в том числе и опытом общения с Россией. У нас богатая, имею в виду культуру прежде всего, страна, культуру, религию, традиции. У нас даже точно неизвестно, сколько же у нас живёт людей разных национальностей. Кто говорит 160, кто говорит 190. Это такой сплав, настоящий сплав культур, истории, религии, совместного проживания в рамках единого государства. Много таких стран, где проживают людей разных народностей и даже языков. И здесь представители таких стран тоже есть. Вроде бы Россия, как в этом смысле, не уникальна, но есть и уникальная составляющая, которая заключается в том, что у нас страна была всегда очень толерантна к другой культуре, к другим языкам и к другим вероисповеданиям. Она строилась изначально как многонациональная страна, и в основе этого строительства всегда лежало уважение к соседям, уважение к другим нациям, народностям, народам, языкам, культуре и религии. Вот это было одной из основных составляющих строительства российского государства. Вот я очень хотел бы, чтобы вы, будучи в России, здесь, в Сочи, почувствовали это российское своеобразие. И вот эти положительные эмоции увезли с собой. Не только увезли с собой, но и сохранили бы новые контакты, новые связи, которые, надеюсь, вам будут тоже помогать в вашем движении вперед, в вашем развитии, не в становлении даже уже состоявшейся, я считаю, достижения новых рубежей, новых успехов. Вот, пожалуй, и все. Я позволю воспользоваться такой функцией модератора своей и передам слово сначала Афрозу Шаху. Это наш участник из Индии, молодой адвокат, эколог. Добрый вечер. Для меня честь и радость быть сегодня здесь с вами. Я работаю в очень интересном секторе, уже давно забытом. Я собираю мусор. А именно мусор из океана. Вы знаете, что мусор в океане – это действительно очень серьезная проблема. И я не думал, как можно на это отреагировать, как можно работать с этим, потому что я работал адвокатом в Индии. Я разрабатывал различные законопроекты в этой области, занимался юридической составляющей. А что требовалось от меня, так это действие на местах. И нужно было решить один из самых важных вопросов в моей стране. И тогда я подумал о том, что может сделать юридическая рана, что можно сделать именно для решения этого вопроса. Я думаю, что молодые люди должны теперь заинтересоваться этой проблемой, и так и должно происходить, и заниматься именно проблемой загрязнения океана. И в демократии мы делаем две вещи. Мы прежде всего голосуем, мы выбираем. И затем мы хотим, чтобы наше правительство избранными, правительство реагировало на наши проблемы. Я думаю, что мы сделали правильный выбор, потому что сейчас у нас есть, допустим, мусор, и мы несем за это ответственность, поэтому мы должны эту проблему решать. Я думаю, что очень четко было сказано, что нужно прежде всего начинать с себя. Если вы хотите что-то изменить, начинайте это делать сами. Я думаю, что затем у нас пойдут законы, различные нормативные акты, которые будут работать на нас. Но у нас есть проблема загрязнения мусора и проблема пластика, и мы должны полностью следить от ответственности и решать эту проблему. И сейчас это уже массовая проблема, и нам это не нравится, потому что мы потеряли чувство соотнесенности. У нас есть замечательные преимущества здесь, и мы должны их использовать. Мы знаем, что у нас есть проблема, но мы не знаем, как прийти к этому решению. Решение нужно разрабатывать, и каждый должен нести свой вклад в это. И мы должны обязательно соединиться вместе для того, чтобы решить эту проблему, получить чувство ответственности за решение ее. И поэтому нам нужно изменить само наше сознание, само наше отношение к этому. Если бы мне сказали, что я должен спать на кровати, сделанной из пластика, то это вам бы не понравилось. И этот подход нужно использовать везде, потому что это ваш океан, ваши горы, ваши леса. И их нужно защищать. И мы должны очищать океаны, пляжи, леса. И это все взаимосвязано. И сейчас нам нужно это понятие осознать, взять эту ответственность. Нам нужна соответствующая платформа, которая позволит нам объединить людей. И необходимо, чтобы все законы в экологической среде соблюдались. И в Мумбаи это очень серьезная проблема, и я думаю, что у нас когда-то будет уже чистый океан. Я надеюсь, что в Мумбаи я бы смог спокойно смотреть и не видеть мусор в океане. Я был раньше ребенком там, и я попускал свою руку в океан, и я не видел ее из-за того, какая была грязная вода. И я надеюсь, что сейчас я смогу сделать это и увидеть свою руку под водой. Потому что есть и жидкий мусор, и твердый мусор. И нужно понимать, что это не только работа правительства. Президенты и премьер-министры – это не все, что у нас есть. Нам нужно вместе объединиться и делать что-то и нам тоже. Я чувствую это ответственность, и поэтому я должен предпринимать эти действия. И поэтому Мумбаи и премьер-министр Моди также предпринимут в этом участие. Я хочу, чтобы вся моя страна была чистой. Я надеюсь, что мой океан будет чистым. Я надеюсь на это. Большое спасибо вам, господин Путин, за то, что вы предоставили мне возможность пойти здесь. И я надеюсь, что это будет полезно для нас. Большое спасибо за организацию этого мероприятия. И я рад видеть всех вас. И я надеюсь, что все молодые люди здесь действительно припримут действие. И вы будете подавать им хорошие примеры. Большое спасибо. Во-первых, вы наверняка знаете, что у нас с Индией за многие десятилетия сложились особые отношения. Очень доверительные, тёплые, дружеские. И у меня очень добрые отношения с премьер-министром Индии. Я знаю, что он точно совершенно озабочен вопросами решения проблем окружающей среды. Так что в его лице вы точно совершенно найдёте союзника. Но это нарастающая проблема и не такая простая для решения, как выясняется. Поскольку решение проблем экологии, перехода на современные, наиболее оправдающие себя технологии, они не такие простые, потому что требуют дополнительных капиталовложений, связанных с этими новыми технологиями. И далеко не у всех стран, особенно стран с развивающимися экономиками, эти средства есть. Первое. Для того, чтобы перейти на эти наиболее современные технологии, нужно заставлять, как это не печально сказать, но тем не менее, нужно заставлять промышленность переходить на эти новые технологии. Это что означает? Это означает, что, во-первых, с внедрениями этих технологий высвобождаются рабочие руки, их нужно куда-то пристраивать, люди перестают получать заработную плату. Значит, заранее нужно подумать о том, куда этих людей деть. А во-вторых, это так или иначе всё-таки отвлекает ресурсы на внедрение этих новых технологий. И, как правило, представители промышленности говорят о том, что это дополнительная нагрузка, а в условиях, скажем, каких-то экономических сложностей эта нагрузка им, как они часто говорят, не под силу. Поэтому правительство любой стороны всегда вынуждено выбирать между вот этими, на первый взгляд, противоречащими направлениями своих действий. Ну, в конечном итоге, конечно, будущее за прогрессом, эти новейшие технологии, самые современные, они в конечном итоге ведут к повышению производительности труда, к улучшению среды, в которой люди живут. Но у меня вот вопрос. А вы как это организовали? Вы фирму создали, да, по переработке? Нет, я не создала компанию, но я делала то, что предлагали мои лидеры. Я добровольно принимала в этом участие, добровольные действия. У меня нет счета в банке, мы только предпринимали свои усилия и только из любви к человечеству это делали. Я думаю, что мы очень не имеем теперь отношений именно с вот этим сектором и с парламентскими отношениями в том числе. Я думаю, что нужно иметь вот эту реальную связь между людьми и встать на правильный курс. Поэтому это была чисто добровольческая деятельность. И я сам занимался очищением. Я работаю с раздельными производствами в этом, среди тем, кто производит пластик, потому что эта проблема должна быть осознана и производителем, потому что существует огромная проблема пластика в океане. Мы с вами знаем, да, поскольку вы этим занимаетесь. Уже очень многие знают в нашей стране, в других странах, что это реально очень большая проблема в океане – пластик. Эти пластиковые бутылки где-то в Тихом океане, они уже составляют целые острова. И это, по сути, даже меняет, как специалисты считают, меняет даже температурный режим в океане и создаёт реальные проблемы экологического характера, глобального уровня. Это серьёзный вопрос, который требует, кстати говоря, может быть, требует и юридического решения как на глобальном, международном уровне, так и в странном измерении. Можно думать о том, чтобы создавать определённые льготные условия для очистки океана от этих проблем. Это очень серьёзный вопрос. Вы можете применить не только свой… Не только, так сказать, такой зов сердца, что ли, может помочь решению этой проблемы, но и ваше профессиональное знание как юриста. Можно и нужно, мне кажется, на этом подумать. Я, кстати говоря, вчера имел удовольствие поприветствовать председателя парламента Индии, которая была в Петербурге на межпарламентском форуме. Продолжим. Гамань, молодой врач из Индонезии. Да, я видел вас сейчас на сцене. Большое спасибо, господин президент. Для меня честь быть сегодня здесь. Я сегодня говорил с родителями и говорил, что я очень рад сегодня быть здесь. Я получил степень бакалавра в прошлом году. И мы говорим о том, что нужно открыть двери для доступа людей, открыть двери для притока молодёжи. И то, что мы сделали, мы позволили открыть этот доступ в наших компаниях. Они могут получить доступ к лекарствам, к операциям, они могут получить медицинскую помощь. И мы можем решить здесь сразу две проблемы. Поэтому с этой концепцией мы знаем, что какие-то ресурсы не используются, но после того, как мы будем их задействовать сейчас, вы можете бесплатно воспользоваться нашими услугами медицинскими. Поэтому мы должны помочь людям получить медицинский доступ. И мы должны подумать об эффективности. Как мы можем получить финансирование, как мы можем предоставить этот доступ. Потому что людям нужны деньги на операции. Например, мы можем сдать веб-сайт и собрать такие деньги. Мы также создали специальную операцию о том, как люди в моём собственном городе, или Джакарте, или других городов, могут собрать свои ресурсы, направить их на помощь кому-то. Поэтому у нас есть специальные приложения, специальный веб-сайт. И люди могут просто открыть это приложение, нажать пару кнопок и затем предоставить помощь. Для бедных людей это услуга бесплатная, для богатых людей она платная. Поэтому у нас есть общая миссия, как можно предоставить медицинскую помощь бесплатно абсолютно всем. Большое спасибо. Вы занимаетесь одним из важнейших направлений, одним из самых благородных, с видимым результатом своей работы. Это всегда особая миссия даже, это не профессия. Поэтому я всегда с огромным уважением относился, я отношусь к работе медиков. В современном мире медицина приобрела ещё, кроме чисто гуманитарной составляющей, она приобрела и экономическую сторону, потому что человек с проблемами со здоровьем, ему труднее гораздо, мягко говоря, гораздо труднее осваивать современные знания, нужные для развития современной экономики. Ему гораздо труднее полноценно работать. Поэтому здоровье, повторяю, имеет и гуманитарную составляющую, но и чисто экономическую. И чрезвычайно важные вещи на одной из основных направлений, куда в общем современной мире должны вкладываться ресурсы государства, это здравоохранение и образование, конечно. Здравоохранение и образование даже трудно разделить, что важнее. Поскольку жизнь человеческая бесценна, то, наверное, здравоохранение где-то выше других направлений деятельности сегодняшнего дня. Что касается бесплатности, здесь, конечно, безусловно, не может не быть ничего другого, кроме как помощи людям. Но с точки зрения организации самой отрасли, здесь нужно, конечно, действовать очень аккуратно, здесь нужно так, чтобы человек понимал свою ответственность за своё собственное здоровье. Вот поэтому здесь нужно думать о том, где государство обязано, абсолютно точно совершенно обязано, в каких сегментах, в каком объёме, по каким направлениям оказывать эту помощь бесплатно, где, возможно, какое-то софинансирование. Ну, я не знаю, например, например, сейчас даже не буду называть конкретные направления медицины, но нечто такое же, что не является основой самого здоровья человека. И это очень чрезвычайно важная сфера. Вы знаете, как в некоторых странах, например, в Штатах до сих пор идут споры по поводу того, как организовать эту систему здравоохранения, нужно ли, чтобы государство целиком платило за страховку медицинскую, не нужно ли, кого она должна охватывать и так далее. На мой взгляд, конечно, нужно организовать таким образом, чтобы каждый человек имел доступ к услугам здравоохранения или к этой сфере здравоохранения. Но вот здесь нужно, можно точно, совершенно объединить усилия вашего коллеги из Индии и ваши собственные, я имею в виду специалистов в области права, в области экономики, с теми, кто занимается непосредственно здоровьем людей. Ну, а в общем и целом, то, что вы придумали, то, что вы делаете, заслуживает сельческого уважения и поддержки. Вам спасибо большое. Спасибо. Хотел бы передать слово Артему Аганову, наш российский ученый. Хочу отметить, что журнал Forbes включил Артема в список 50 россиян, изменивших мир. Вот поэтому мы Артемом очень гордимся. Артем, тебе слово. Спасибо большое. Мы с вами недавно встречались. Да, у вас великолепная память. Я думаю, вы встречались с таким большим числом людей. Да, я уехал из России в конце 98-го года, потому что в то время не было никаких перспектив для занятий наукой, вообще и в моей ситуации в частности. Закончил аспирантуру в Англии, потом там работал, потом в Швейцарии, потом в Америке. В Америке стал профессором, дослужился до самой верхней ступеньки. Вообще, я думал, что уже буду жить всю жизнь на Западе. Запад был ко мне добр, надо сказать. А потом появилась возможность начать работать в России. Вот эти самые мегагранты. Я стал приезжать на 4 месяца в году в Россию. Мне так понравилось, что я решил полностью переехать в Россию и связать свою жизнь на самом деле своей страной. Вот сейчас я живу в Москве. Я многодетный отец, у меня трое детей, скоро будет и четвертый. Моя мечта – шестерых детей родить, воспитать. Молодец. Ну, что на эту тему думает моя жена, это уже другой вопрос. Мне нравится работать в России, жить в России. Мне нравится расти тут детей, великолепное образование, интересная жизнь, красивые города. Все как-то меняется, по-моему, в правильную сторону. Мне очень нравятся здесь студенты, молодые ребята, которые связывают свою жизнь с наукой. Они очень талантливые, энергичные. Есть уникальные ребята. И здесь, благодаря тому, что появляются, в моем случае, есть очень хорошие возможности для занятий наукой. Такие замечательные молодые ребята. Мы начали совершенно новые темы в работе, которые раньше я даже не осмеливался затрагивать. И сейчас, ну, в общем, я не жалею ни секунды, что решил переехать обратно в Россию. Занимаемся мы компьютерным дизайном новых материалов, предсказанием структуры, свойствующей основы знаний. Я помню, в разговоре с вами упоминал про Горынина, да? Про? Горынина. Петербургский институт. Да. И сейчас любопытный эффект возникает, немножко неожиданный. Время от времени я получаю сообщения от своих коллег, живущих на Западе, которые спрашивают, ну, как там в России? Тебе еще не надоело? Ну, как? Действительно там интересно, комфортно, приятно жить? Действительно хорошие ребята? Я говорю, да, все отлично. А как думаешь, может быть, и мне вернуться? Ну, я всем говорю, что возвращаться действительно нужно, потому что все страны одинаково прекрасны. Я считаю, что нет страны, которая выше других, так же, как и нет страны, которая ниже других. Но вот из всех двухсот с лишним стран у каждого человека есть одна, которая для него особенная. Та, где он вырос. Ну вот, я очень рад, что так сложилось в моем случае. Я очень надеюсь, что для тех ученых, которые уехали из России, таких сотни тысяч, ну, десятки уж как минимум, то есть десятки как минимум, а вот сложится так, что они тоже смогут вернуться и работать здесь. Очень здорово, что вы нашли себя, понимаете. Это не так просто найти себя и выехав куда-то, и не так просто найти себя, вернувшись. Ну, и я так понимаю, что вы вернулись, потому что вы сначала себя нашли. И вот этот проект, который мы придумали и организовали, этот мегагрант, мы его, как вы знаете, продолжаем, в том числе и с вашей подачи, с подачи таких, как вы, ваших коллег из различных отраслей науки, из различных отраслей знаний. Когда вы сказали, что, ну, и ваши коллеги сказали, что нам важно не просто финансирование, нам нужна гарантия финансирования как минимум на несколько лет. Вы знаете, да, что мы приняли решение продлить эти мегагранты, нашли источники финансирования, и мы это будем делать, так как вы нам рекомендовали и просили нас об этом. Гарантированно будем в течение нескольких лет это осуществлять. Но что мне особенно понравилось, когда я встречался с вашими коллегами ещё в Москве, это то, что говорили не просто о том, где и как лучше работать, а говорили о том, как лучше организовать работу таким образом, чтобы молодые исследователи были кровно связаны со своими местами учёбы и возможной будущей работы, как для них создать необходимые условия и лабораторные, и административные, организационные, там, жилищные, другие, для того, чтобы они могли здесь себя проявить в полной мере и чувствовать себя комфортно. Вот договорились о том, что эти работы в области мегагрантов, она будет связана с несколькими этапами привлечения молодых специалистов и на уровне аспирантов, и на уровне молодых кандидатов в наук. Вот, честно говоря, вот это меня особенно порадовало, что наши учёные, причём молодые учёные, многие из которых за рубежом работали или до сих пор работают, думают именно об этой стороне, о будущем российской науки, думают о том, как это лучше организовать. Вот за это и вам, и всем остальным вашим коллегам отдельное огромное спасибо. Вы знаете, вот насчёт молодых – это очень важная тема, хорошо, что вы это затронули. У меня… Я вообще мечтатель по жизни, я всегда о чём-то мечтаю. И вот я… Постоянно у меня в голове что-то крутится. Вот долгое время у меня была такая мечта, чтобы возникла какая-то схема, чтобы Россия привлекала лучших учёных обратно. Вот возникли мегагранты. Потом я думаю, ну хорошо, ведущих привлекли, а вот хорошо бы, чтобы молодые учёные не уезжали, потому что когда-то они тоже станут ведущими, пройдёт там 5 или 10 лет. Хорошо бы, чтобы для них были условия такие, чтобы они здесь могли раскрыться, не уезжая никуда. Чтобы здесь молодой учёный, который подаёт надежду, мог создать свою мини-лабораторию, расправить крылья, воплотить свои мечты в жизнь. И вот появилась тоже такая схема, которая позволяет молодым учёным создать мини-лабораторию. Я вот думаю, что же это такое? Какая-то машина прямо по исполнению моих мечтаний, что ли, создана? Ну вот сейчас у меня мечта. Может быть, хорошо, что я вам это говорю, чтобы массово стали возвращаться наши уехавшие учёные. Не десятками, не сотнями, а вот так, как выезжали, а вот таким же масштабом, ну, по крайней мере, самой перспективной, чтобы вы получались, было бы чудесно, конечно. И для культуры, и для экономики. Будем думать над этим. Не просто думать, а есть определённые идеи. Ну, я, может, скажу такие жёсткие вещи, но тем не менее. Но Россия заинтересована в возвращении тех, кто реально состоялся, и реально здесь может эффективно работать. Не всех подряд. Хотя с точки зрения, так сказать, гражданской составляющей мы заинтересованы, чтобы все наши граждане приехали. Но с точки зрения развития науки, для науки российской нужны те, которые могут её двигать вперёд. Абсолютно. Вам спасибо и удачи. А вы где преподаете сейчас? Школка в Институте науки технологий. Удачи. Спасибо большое. Я бы перешла к женской половине нашей команды и передала бы слово Ришимах Кристаль. Это такая творческая часть нашего большого фестиваля. Она молодая художница из Ямайки. Тебе слово. Здравствуйте, господин. Здравствуйте, господин президент. Для меня радость быть здесь. Моя мама сейчас просто безумно радуется, глядя на меня. Я не ожидала, что я буду иметь такую возможность, потому что я всего лишь молодая художница из Ямайки, и у меня есть своя благотворительность, поэтому я посвящаю свое время восстановлению пациентов больных раком, смертельно больных раком. И я здесь делаю акцент на более широкой проблеме, а именно изменениях климата, потому что мы серьезно пострадали, в особенности в Карибском регионе и на Ямайке, потому что Ямайка – это остров, и наши пляжи разрушаются, и главный источник дохода для нас – это туризм. И поэтому, когда мы потеряем наши пляжи, мы потеряем тот продукт, который мы продаем другим людям для того, чтобы они приехали в нашу страну. Кроме того, есть проблема с очень активным рабочим сезоном, потому что фактически были значительные разрушения в Доминикане, и наши люди просто боятся, что будет еще один ураган или шторм, они разрушат все на Ямайке. И сейчас ураганы в три раза мощнее, чем они были 10 лет назад. И мы сталкиваемся с негативными последствиями изменения климата, и в ближайшие 10 лет мы будем терять земли. И я уже вижу, как это будет происходить. И я росла, и у меня был любимый пляж, и теперь он разрушен. И я надеялась, что у меня будут эти приятные воспоминания из детства, для того, чтобы я могла показать этот пляж своим детям, а они уже своим детям. Поэтому сейчас это вопрос, который нужно решать срочно. И я хотела объединить молодых людей для того, чтобы они помогли нам разработать какие-то идеи, для того, чтобы решить эту проблему. Я вижу, что сейчас существует проблема, потому что люди плохо проинформированы об изменениях климана. Поэтому я бы хотела донести свою идею для всех. Я работаю в исполнительном комитете Молодежного совета по изменению климата Ямайки. И мы делаем все возможное. Однако существует срочный характер, срочный аспект у этой проблемы. Поэтому нам нужны больше идей. Поэтому я нахожусь здесь, в Сочи, для того, чтобы выслушать идеи других молодых людей, которые могут создать специальную сеть, работать вместе. Потому что глобальная проблема – это не просто проблема Ямайки. У всего Карибского региона существует эта проблема. И весь регион пострадает от этого явления. Только проблема более актуальна для малых и странных государств. Вы сейчас сказали о том, о чём, в принципе, мы в России хорошо знаем. Мы внимательно следили за теми трагедиями, с которыми столкнулись многие страны Батинской Америки в связи с этими катастрофами. Сочувствуем. И, кстати говоря, мы всегда готовы прийти на помощь, поддержать. У нас очень эффективно работающее министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы, как правило, по запросам правительства иностранных государств постоянно откликаемся на соответствующие просьбы. Что касается глобального вопроса, то, естественно, он затрагивает все государства мира. Поэтому, как вы, может быть, слышали, совсем недавно в Париже были приняты соответствующие решения, направленные на недопущение изменения климата на планете. Россия поддерживает все эти решения и взяла на себя достаточно жёсткие обязательства по сокращению выбросов. Это всё вместе будет, и намерены исполнять эти договорённости. Будем надеяться, что всё это придёт к каким-то положительным результатам. Хотя мнения разные на этот счёт существуют, вы, наверное, тоже слышали. Есть мнения, согласно которому человечество мало что может сделать по сохранению тех условий, в которых мы сегодня живём, потому что это вызвано более глубинными причинами, причём не только связанных с нашей планетой, но и общепланетарного характера. изменения происходят в нашей галактике, в нашей Солнечной системе и так далее. Это вызывает на наших землях. Просто есть и такие подходы к этим проблемам. Но я лично считаю, что это всё теория теориями, но если мы видим, что ситуация меняется и не в лучшую сторону, то мы должны как минимум предпринимать максимальное усилие для того, чтобы затормозить эти процессы и изменить ситуацию к лучшему. Так что вы в правильном месте в этом смысле находитесь. Наша страна поддерживает все начинания по сохранению природы на планете. И действительно будет возможность, может быть, у вас обменяться мнениями, услышать какие-то предложения. Вот опять возвращаясь к нашему индийскому коллеге, который занимается, в принципе, тем же самым. Так что я выражу надежду на то, что для вас пребывание здесь будет полезно. Спасибо большое. Николай Шарас, наш друг из Франции, но проживает уже несколько лет в России, выпускник МГИМО. Я сразу хочу сказать, что это большая честь присутствовать на этом фестивале, и тем более рядом с вами сегодня на этой встрече. Да, как коллега упомянула, я не являлся, я сразу говорю, что я не являлся гражданом России, потому что говорить, что я похож на русский, но это неверная информация, как говорится. Но я решил, тем не менее, не связаться судьбой с Россией, когда у меня появилась возможность учиться в МГИМО в МИД России. Конечно, во время школы лет я не то что увлекаюсь Россией, я тогда не понимаю, не осознаю, что, может, я окажусь в этой стране. Если бы, например, вы мне говорили три года назад, что я выучу русский язык, я бы смотрел на вас с такими глазами, да? Почему Россия? Это большой вопрос, и можно было бы часами об этом разговаривать. Это я изначально увлекался геополитикой, то есть и в особенности ролью России на международной арене. Я, конечно, ну... в России очень много интересов, это огромное пространство, и учиться геополитике, это все равно, на самом деле, что учить России. Я, на самом деле, встретил очень удивительных людей, которых я не думал обидеть никогда. Когда, после нескольких лет, проживших в России, я, как говорится, меня стали звать на телевидении, сейчас являлся международным, скажем, обозревателем для СМИ, я появлялся на разных телеканалах. И хочу посвятить, теперь решили для себя, я присоединялся к коллеге, я нашел себя, я хочу посвятить свою жизнь налаживанию отношений между нашими изначально дружными государствами. Конечно, вы отлично знаете, что идет какая-то пропаганда в Европе, есть очень большие лицемеры, и мы где-то этими предрассудками захвачены в Европе. Много теоретиков говорят о том, что, например, надо любой ценой стакнуть БАМе, Россию и Европу в том случае, потому что в том случае, если Россия станет слишком сильной, то тогда станет, ну, будет стоять огромное опасность для американских, например, интересов, скажем, сразу, о чем идет речь. Так что, вот я, сегодня я хочу выпить за Россию, за ее великое, за ее великое будущее, и это очень по-русски, я знаю, но... Наливайте, наливайте. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Значит, очень благородная миссия и благородная цель, на мой взгляд, интересная. Почему? Потому что, потому что, вот смотрите, что в мире происходит. Вот наш сосед слева, миллиард 200 миллионов человек в Индии, в Китае полтора миллиарда человек, в Соединенные Штаты, у них все больше и больше эмигрантов, и, насколько я понимаю, белое население, христианское, уже в меньшинстве находится. Конечно. Ну, это, вот вы говорите, конечно, это совсем недавнее изменение. Белое христианское население оказалось в меньшинстве, уже меньше 50%. Я о чем говорю? О том, что в мире происходит очень серьезные глобальные изменения. Я сейчас не говорю, плохо ли это, хорошо, просто изменения происходят, глобальные. Значит, Россия, вы сказали, это огромное пространство, так и есть, вот западная граница до восточных, это евразийское пространство. Но с точки зрения культуры, даже языка, группы языка, да, история, это, безусловно, прежде всего европейское пространство, имея в виду, что оно населено людьми, носителями этой культуры. Вот я почему это говорю? Потому что для того, чтобы мы в качестве какого-то значимого, сейчас не говорю там, не про военную, не про какую-то другую ставлюсь, а значимого центра в мире оставались, нам нужно это все сохранить. Конечно. Нужно не нелить все по национальным квартирам и не оглядываться в прошлое, все время вспоминая о том, как, допустим, Франция и Россия воевали в 1814 году, а нужно посмотреть в будущее, как строить общее будущее, как нам идти по этой общей дороге. Вот тогда мы сохраним это огромное пространство и этих людей в качестве какого-то мирового центра, значимого во взаимоотношениях с азиатскими странами, с американским континентом. Если этого не произойдет, то это будет такое деление на малозначимые квази-государственные объединения, государства, которые потом, в общем, потеряют свое значение в жизни нашей планеты, как самостоятельный цель. Сохранить свою культуру не значит разрушение. совершенно верно. А если мы сохраним, это для развития всего человечества будет большим плюсом, потому что это значимая часть общей мировой культуры, и ее, безусловно, нужно сохранить. Поэтому то, что вы делаете, очень интересно и очень востребовано. Я всячески хочу пожелать вам успехов, надеюсь, что общение здесь тоже пойдет на пользу. Спасибо. Тим Бороше, курьера, наш друг из Зимбабве, занимается сохранением энергии. Сейчас подробнее расскажет тебе слово. Please. господин президент, благодарю вас за то, что пригласили меня приехать в Россию. Прежде всего, я поговорю о проекте компании, а потом о других причинах которые меня привели сюда. Oxygen Africa это компания, которую я основал. Мы специализируемся на том, чтобы строить солнечную генерацию, объекты солнечной генерации и поддерживать их работоспособность. Наша компания им довольна. Мы столкнулись с тем, что многим компаниям сложно перейти на новые компании. У нас новая модель. Мы приходим в компанию, предлагаем им решение. Мы продаем электроэнергию на ближайшие 20 лет, заключаем контракт, потому что есть технологические риски всегда у многих компаний. они хотят перенести время финансовое на наш баланс. Таким образом, они могут устраховать себя, они могут защитить себя от рисков, они могут знать, какая у них будет стоимость энергоресурсов на ближайшие 20 лет. и на самом деле мы занимаемся финансированием, управлением активами, а не только солнечной энергией, потому что когда мы работаем с другими компаниями по всему миру, многие сегодня хотят развивать зеленую экономику. Например, мы привлекаем пенсионные фонды, которые инвестируют в наши технологии, то есть то, что у вас те батареи, которые у вас на крыше устанавливаются, они приносят пользу, в них вкладывают пенсионные фонды и другие компании, которые размещают средства, занимаются управлением активами, например, мы с разными компаниями работаем, предлагаем какой-то компании наши решения, представляем банковских партнеров из банковского сектора, финансовые гарантии, и компания, которая принимает наши услуги и идет на сотрудничество с нами, она сама финансовые риски не несет, мы берем риски на себя, таким образом, мы предоставляем энергоэлектроэнергию, мы таким образом делаем все для того, чтобы облегчить переход на новые источники энергии по всему миру, у нас проект мощностью 20 мегаватт, его финансировал Банк развития Африки, это считается самый серьезный проект частной компании в Африке, южнее Сахары, в этой области, надеюсь, что у нас 246 зданий, в результате реализации проекта, будут обеспечиваться электроэнергией за счет возобновляемых источников энергии, А почему я приехал в Россию? Это интересная история, когда мне было 5 лет, у меня корейский сосед был, и вот он мне подарил эту книжку моей маме, и мы читали эту книжку, тут Пхеньян, Корея, 13-й фестиваль описан, и я, когда приехал, посмотрел, где же я все это видел, я видел логотип, и я вернулся домой, взял эту книжку, которую я любил в детстве, через 27 лет я вернулся сюда на фестиваль молодежи, и я смог рассказать вам о том, чем я занимаюсь, надеюсь, вы подпишете эту книгу, кстати, мне, и я, знаете, могу сказать, что в моей стране Россию воспринимают как крупнейшего экспортера электроэнергоносителей и минеральных ресурсов, но я считаю, что у вас очень серьезный потенциал в возобновляемых источниках энергии, и я могу сказать, что будущее Африки это сельское хозяйство, и Россия может способствовать развитию сельского хозяйства в Африке, экспортно-импортные гарантии, финансирование, поставки продовольствия в наши страны, из наших стран, это все очень важные темы, которые требуют активного части России. Я думаю, что вы приехали в правильное место, и не только вам будет полезно не только восстановить ваши, освежить ваши впечатления о нашей стране из книг, с которыми вы в детстве познакомились, но и профессионально. Но прежде всего хочу сказать, что мы уделяем большое внимание возобновляемым источникам энергии. И совсем еще недавно все-таки Россия немного отставала в этом плане, а сейчас, допустим, наши солнечные панели общепризнанно являются наилучшими в мире по качеству, по сроку службы и по эффективности. Поэтому просто обращаю ваше на это внимание, и можно подумать о том, чтобы их использовать. технология изначально производит одна из наших частных компаний. Изначально они работали в Швейцарии, купили швейцарскую компанию, потом доработали, перевели производство в Россию, доработали эти панели и сейчас очень продвинулись далеко. Ну, одни из лучших в мире. Значит, это первое. Второе, должен сказать, что не только для африканских стран. Но, как это ни странно, вы наверняка это знаете, но, уверен, знают не все, у нас на крайнем севере используют солнечные панели, в том числе для обогрева нефтяных трубопроводов, для того, чтобы нефть там не замерзала, а в условиях крайнего севера вот эти батареи солнечные используются для нагрева нефти при прокачке нефти по трубам. Я так удивился, когда узнал об этом. Оказывается, того незначительного объёма солнечного света, просто света, даже не тепла, достаточно, чтобы греть нефть в трубах. Поэтому и традиционная энергетика, и энергетика возобновляемых источников энергии, они между собой связаны, и они пойдут ещё многие десятилетия рука об руку вместе. Это касается, кстати, решения вопросов экологии, тех же выбросов. Но на сегодняшний день в общей генерации уголь всё-таки на первом месте. Некоторые считают, что уголь сейчас немножко стал пониже, чем топочный мазут, и газ, на мой взгляд, он всё-таки немножко превышает. Нужно думать и над этими традиционными источниками энергии, потому что и уголь можно перерабатывать до такого состояния, что он будет экологически чистым. Правда, это требует определённых денег, но всё требует определённых денег. И на первых этапах всё дорого. по мере усовершенствования, по мере выхода на новые рубежи научных исследований и применения этих результатов этих исследований на практике, всё это ведёт к удешевлению, а значит к возможности более широкого использования. Во всяком случае, вы занимаетесь благородным делом, и я хочу пожелать вам удачи. Спасибо вам большое. Книгу ты сейчас хочешь подписать или после? После. Спасибо большое. Хотела бы перейти снова к женской половине нашей компании. Это Анна Кудрявцева, наш молодой учёный, руководитель центра «Геном». Я знаю, я живу в городе. Да. Я так помню, после ещё не отошла от церемонии, что если что-то серьёзное состояние сказать. Ну, поскольку говорить о том, что было до награждения, наверное, бессмысленно, вы знаете его результат, но могу рассказать, как я дошла до такой жизни. Я, наверное, родилась уже с желанием заниматься медициной и научным. Мне казалось, когда я ещё была маленькая, что я чувствую, что люди болеют, и мне хотелось стать врачом, понять, как всё это устроено, но родители хотели, чтобы я была музыкантом, и через огромные тяжёлые этапы мне пришлось пройти, чтобы всё-таки попасть в соответствующий вуз, но попала я не на медицинский, а на биологический факультет. На самом деле, вся моя жизнь это похожа череда каких-то удивительных таких совпадений, и оказалось, что это совершенно правильно, поскольку всё-таки врачами должны быть не только те люди, которые могут, искренне хотят помочь, но и те, которые обладают железными нервами, которые иначе просто они заболевают, тяжело быть врачом, если ты очень национален и с душой относишься со всем сердцем к этому делу. Но дело было в Петербурге, и училась я в Санкт-Петербургском университете. Надо сказать, что образование он даёт совершенно великолепное, то есть то образование, которое он дал, позволяет мне совершенно свободно себя чувствовать и в России, и когда на международной конференции езжу, то есть это действительно такой вот очень хороший выиграл. Потом я переехала в Москву и попала как раз в лабораторию академика Ивальевича Серёва, к сожалению, на непокойного, и там занимались подношением онкологии. Но после защиты я сидела и думала, вот куда мне пойти, куда, 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 и ждала всё какого-то знака. И тут получилось так, вот удивительное событие, вот я в 10 часов вечера иду с сыном, как раз был новогодний праздник институтский, оттуда на метро, и директор выходит, тоже не на машине, в 10 вечера и идёт пешком на метро в то же время. То есть это уникальное падение, которого быть не может. И говорит, что сегодня нам академия дала большой дорогой прибор, а вот человек, который его закупал, отказался его запускать, говорит, я старый больной, мне это мне тяжело. И расписывает, вот ты не знаешь, кто бы мог таким заняться, вот такой вот отличный прибор, мы бы этого человека на руках просто носили, у него бы всё было. А я я же только защитилась. А я по-моему подойду? Руки открывайте, внесите меня. Да, в принципе, почему нет? Я как раз был бы рад, если бы человек, который закончил наш институт, нашёл бы себя в этом институте. Ну и говорю, ну ладно, пробуйте, если у вас получится, мы вам в общем лабораторию дадим. Потому что наш институт довольно сильный, серьёзный, это институт молекулярной биологии, у нас директор Александр Александрович Макаров. И так просто у нас в лаборатории не получится. То есть он очень поддерживает молодёжь, но всё-таки не сразу же после защиты. И вот тут такое совпадение. И мы пока мне удалось всё сделать правильно, всё хорошо, прибор мы запустили, и у меня появилась лаборатория практически сразу после защиты. То есть это была вот такая вот интересная веха в жизни, очень важная. после этого я очень много работала, и следующим этапом таким вот было как раз была премия. Почему это был такой серьёзный, важный этап и такая ступенька? Поскольку вот как я пересмотрела свои позиции очень во многом научные, когда просто из института, где занималась фундаментальной наукой, пошла также в институт Герцена работать, то есть это клиника, где реальные люди, где врачи, где я понимала, что, как всё это происходит в реальной жизни. То есть мы не изолим... Ну вот в России всё устроено так, что в основном учёные, они занимаются онкологией в своих институтах, а врачи занимаются совершенно другой областью в клиниках. И они очень мало пересекаются, и получается, что учёные не очень представляют на самом деле, чем лечат пациента, какие там схемы, вот как вот это всё на самом деле, именно что нужно врачам. А когда я туда пошла работать, оказалось, что у меня всю жизнь перевернулась, я поняла, зачем, я поняла, что нужно искать, как это делать. И вот следующим этапом было награждение, поскольку после него посыпалось огромное количество звонков. Люди звонили, просили помочь, но я не врач, я не могу их вылечить. и когда я им говорила, ну вы понимаете, у нас же исследование, оно фундаментальное, то есть мы очень много сделали, да, но это вот наука, то есть она позволяет в будущем сделать какие-то вещи, это сильный базис, но когда они говорят, а вот чем это может помочь мне, а вот конкретно вам ничем. и на самом деле стало мне как-то очень грустно и появилось очень большое желание сделать действительно что-то вот на этом этапе, сделать что-то практическое, то есть я не говорю о том, что я бросаю фундаментальную науку, перехожу на прикладные области, но вот у меня действительно появилось такое желание и вот несколько проектов я выбрала для себя. Ну, хочу отметить, что очень важно, чтобы как-то средства массовой информации людей не то, что информировали, но почаще говорили, что фундаментальная наука это основа, то есть без нее никак, и сейчас, конечно, уважение к ученым растет постепенно, но оно просто пропало в какой-то период в России, но дай Бог, чтобы. И вот у меня три проекта таких основных, два из которых связаны с очень важной тематикой для России, это наша репродукция, поскольку, конечно, у нас страна сильная, люди у нас умные, очень обидно, что мы как-то отстаем. И на самом деле огромная категория больных, вот онкологических как раз, которые, где есть определенные сложности, и именно для этих больных, ну, помимо того, что надо создать четкое представление, как, 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 на самом деле это все есть, но просто это на данный момент нереализуемо, поскольку, ну, и общество не совсем готово, то есть надо как-то подготавливать его, и законодательная база не совсем готова, то есть нужны какие-то программы, потому что люди могут позволить себе такие технологии, только если, скорее всего, это будет государственной программой. и более того, это невозможно в отрыве от генетических исследований делать. и вот поскольку я как раз в институте Герцена работаю, там уже есть команда, которая начала это делать, и я со своей стороны очень хочу этот проект продвинуть дальше, чтобы действительно вот это завершить, чтобы вот это было, какой-то мой вклад, чтобы это было польза для людей. Но тут получается такой вот двойственный вопрос. Он на самом деле может мультиплицироваться на многие другие области. То есть ученые в лаборатории скорее лучше других знают, вот что нужно делать в законодательстве, потому что он знает проблемы, но он не имеет достаточного образования, то есть я не могу бросить науку, пойти изучать законы, чтобы примерно понять, как это протолкнуть. То есть с бизнесом мы уже понимаем примерно как общаться, а как вот создать некую законодательную базу, чтобы продвинуть что-то такого рода в массы, вот это некоторые проблемы. То есть вот как ученому объяснить власти тем органам, которые принимают подобные решения. Смотрите, вам все время везло в жизни, да? Что? В жизни вам все время везло. Да. Вы, значит, вы сначала отвоевали себе право заниматься не музыкой, а биологией, медициной, потом защитились, потом встретили случайно директора, да, вашего института и получили лабораторию. А теперь вы сидите рядом с заместителем руководителя администрации президента Кириенко. Вы ему все это передайте, и он поможет организовать работу по расширению, укреплению нормативной базы. Вот это все. Грязно брюще. И не нужно отрываться от биологического станка. Я хочу тоже пожелать музыки. Даниэль Белл, молодой преподаватель Соединенных Штатов Америки. Даниэль, тебе слово. Прежде всего, хочу поблагодарить вас, господин президент, и поздравить вас с успешной церемонией. Также большое спасибо организаторам за этот фестиваль. Я был в Москве на параде, и я был рад видеть так много студентов моего возраста, которые собрались вместе для того, чтобы построить отношения, контакты и возможности, которые я предоставил нам это мероприятие. Это рассмотреть глобальные проблемы, политические проблемы, в то же время с неполитической точки зрения, посмотреть на человеческий опыт, общий глобальный опыт, который нас объединяет. И на этом параде я встретил студентов из Ирана, Ирака, Сирии, молодых, интеллигентных людей моего возраста, которые заботились о других странах. И в тот момент я понял, я увидел, что они все такие же люди. И те различия, которые мы проводим между собой, и все эти барьеры и препятствия, можно просто преодолеть. то, что действительно важно, это человеческое сердце, наш человеческий опыт. И я думаю, что в США мы это сейчас не понимаем. И мы не понимаем, что люди страдают, что страдают их жизни. Мы просто используем какие-то политические мотивы, попытаемся абстрагировать эту ситуацию и запутать эту ситуацию. Поэтому для меня язык, образование это те способы, которые мы можем использовать для того, чтобы изменить ситуацию. поскольку мы можем затронуть самые нежные струны наших душ, то, что определяет наше существование. И когда я готовился уехать в Бразилию преподавать там английский, я надеялся именно это и сделать. Это то, что я понял на примере изучения языков и мой опыт здесь. Я видел, как этот опыт действительно помогает мне сознание людей. И этот фестиваль это также уникальная возможность работать с другими людьми, людьми разных национальностей. И я готов это делать. Все эти люди из разных стран и разных народов. Я здесь впервые в России. И я познакомился с мотивированными людьми моего возраста, которые заботятся о других странах, об этих глобальных вопросах и о мире, в котором они живут. И я теперь искренне уверен, что они мне не соперники. Я надеюсь, что они будут успешными, потому что они умные молодые люди, они могут решить эти проблемы, излечить рак, побороть изменение климата, помочь бороться за гзинем окружающей среды. Ни один народ, ни одна нация, ни один регион мира не имеет монополия на поиск ответов и на решение. того, чтобы решить эту проблему, мы должны все время поддерживать взаимосвязь и работать единым целым, и не отвлекаться на те вещи, на которые очень легко отвлекаться. Потому что все эти проблемы влияют на всех нас, наш мир взаимосвязан, и вы взаимосвязаны как жители этой планеты. И Запад это не только Лос-Анджелес или Петербург, у нас нет этой разделительной линии, поэтому у нас сейчас есть возможность, что эти разделительные линии, это просто линии, они ничего не значат для человеческой жизни, поэтому большое спасибо, что принимаете нас здесь и за эту возможность выступить. Мне кажется, что несколько вещей очень важных сказать. Во-первых, вы сказали, что ни у кого нет монополии на то, чтобы продвигать свои собственные видения развития мира в одностороннем порядке. Мир многообразен и надо уважать это многообразие. Это полностью соответствует тому, как, например, я сам отношусь к тем вещам, о которых вы сейчас говорили. Это первое. И второе, на мой взгляд, очень важная вещь, которую вы отметили, в том, что нужно перестать смотреть друг на друг, как на соперников. Не знаю, насколько это возможно на межгосударственном уровне, но в принципе к этому надо стремиться. Надо стремиться к тому, чтобы смотреть друг на друг, как на партнёров. Вот мой сосед слева от меня говорил примерно об этом. И я думаю, что это чрезвычайно важная вещь, которая нам мешает строить отношения сегодня на межгосударственном уровне, потому что мы смотрим как на соперников друг для друга. И вместо того, чтобы сотрудничать, значительную часть ресурсов и сотрудничать и решать общие для всех проблемы, значительную часть ресурсов тратим, отвлекаем на вещи, которые явно являются второстепенными. Мы тратим ресурсы на соперничество, чтобы выглядеть и побеждать в этом соперничестве. это далеко не всегда ведёт к достижению положительного результата для всех, и для проигравших, и для победителей. Поэтому это очень тонкая сфера. Правда, это может быть утопией, конечно, потому что вроде вся природа пронисла вот этим духом соперничества, и всё общество пронисло духом соперничества. Но во всяком случае нужно стремиться к тому, чтобы соперничество не переходило в горячую стадию, не переходило в вражду и тем более в войну. А во-вторых, всё-таки нужно по максимуму усиливать второй вектор, а именно вектор сотрудничества в поиске решения общих задач и проблем. Если мы так сможем выстроить это отношение, то это пойдёт на пользу всем, это безусловно. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Владимирович, мы в принципе готовы завершаться, потому что мы можем продолжать эту беседу бесконечно, потому что как вы видите, участники все действительно не знаю как сказать правильно, контентные, подготовленные, очень интересные собеседники. Благодарим вас за встречу. Спасибо. Не хотели бы вас отпускать без собеседований фотографий, потому что ребята об этом очень просили, если вы не против, то мы бы с удовольствием. С удовольствием. Я хочу вас всех поблагодарить за сегодняшнюю беседу, за то, что вы приехали к нам в страну, в Россию. И очень хочу, чтобы вы уехали с хорошим настроением, обогащёнными новыми знаниями и полезными дружескими связями. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...